У нас самая развитая нервная система, которая позволяет ощущать, чувствовать, переживать, воспринимать. Но ни одно другое существо на планете не страдает так же, как человек. Вся моя работа и основополагающая сущность того, что мы предлагаем, называется внутренняя инженерия. Внешние обстоятельства никогда не складываются на 100% так, как вы хотите. Но, по крайней мере, то, что происходит внутри вас, должно происходить именно так, как вы хотите. Если бы перед вами стоял выбор между страданием и блаженством, что бы вы выбрали для себя? По случаю праздника Дивали, Садгуру дарит нам возможность в течение трех дней бесплатно получить новую версию онлайн-программы «Внутренняя инженерия». Страдание или радость? Выбор за вами. Привет, Садгуру. Как дела? Меня зовут Скай. Райан был моим братом. Я хотел бы узнать о трансформации, через которую люди проходят в вашем центре. Поскольку я заметил огромные изменения в нем, когда он вернулся. Итак, в чем же здесь дело? Правда ли, что в процессе эволюции жизни на этой планете... Вы не против, что я говорю про эволюцию? Просто я сейчас приехал из Танаси, поэтому спрашиваю. В процессе эволюции... Правда ли, что в процессе эволюции мы, люди, стали ее вершиной? По сравнению со всеми другими существами, мы должны быть на вершине. Может, нас ждет что-то еще, но на данный момент мы на вершине. Наверное, так же и то, что всякий раз, когда люди произносят слово «человек», они говорят, «О, я всего лишь человек». Слово «человек» всегда связывают с ограничением человеческого существования. Очень мало кто говорит «я человек», имея в виду необъятность человеческого существования. Всегда подразумеваются ограничения. Выходит, что где-то мы упустили ключевой момент. И дело вот в чем. Правда ли, что все остальные существа на этой планете — червяк, насекомое, птица с миллионной частью нашего мозга — довольно хорошо справляются со своей жизнью? Скажите. Да. Когда я говорю «процесс жизни», я имею в виду, мы рождаемся, они рождаются. Мы растем, они растут. Мы обеспечиваем себе существование, и они тоже. Мы можем размножаться, они размножаются. Мы делаем все это с огромной суетой. Они делают это просто. Да или нет? Любые мелочи, которые мы делаем с огромной суматохой, они делают это просто. Самые разные процессы жизни и смерти, они проходят через них спокойно. А мы все делаем с огромной суетой. Является ли это признаком высочайшего уровня интеллекта? Скажите мне. Предполагается, что мы должны обладать самым большим интеллектом. И без сомнений, у нас самая развитая нервная система на планете. Да? У нас самая развитая нервная система, которая позволяет ощущать, чувствовать, переживать, воспринимать, а также понимать и выражать все наивысшим возможным образом. Но ни одно другое существо на планете не страдает так же, как человек. Просто потому, что вам дали супер-суперкомпьютер. Вы согласны, что это самый сложно устроенный гаджет на планете? Не айфон, а я, ай. Но вопрос в том, прочитали ли вы руководство по эксплуатации? В этом-то и дело. Люди не прочитали руководство пользователя для самой сложной машины на планете и пытаются ее использовать как-нибудь. Все становится проблемой. Назовите мне что-то одно, от чего люди не страдают. Если они бедны, страдают от бедности. Сделавших их богатыми, станут страдать от налогов. Если необразованные, страдают от этого. Отдай их в школу. Море страданий. Неженатые страдают, что неженатые, а пожени их. Ничего не скажу. Я ничего не сказал. Нет детей. Некоторые люди страдают от этого. Есть дети. Ежедневное страдание. Похоже, что вы страдаете от абсолютно всех аспектов жизни. Но если вам продолжит смерть, вы уйдете с радостью? Нет. Опять же будете страдать. Назовите мне что-то одно, от чего мы не страдаем. Сейчас люди придумывают такие философии. Жизнь — это страдание. Нет, нет. Жизнь — это не страдание. Но и не радость. Она просто есть это явление. Если вы ловите волну жизни, это прекрасно. Если она обрушивается на вас, это ужасное ощущение. Поймали ли вы волну жизни? Или она подняла вас под себя? Вот в чем вопрос. Отчего же страдают люди? Простите, как вас зовут? Скай. Скай, как небо. Большой человек. Ты большой человек. Скай. Когда на тебя в последний раз нападали с ножом? Пусть даже ты и живешь в Лос-Анджелесе. Это было давно. Итак, я спрашиваю вас. Сколько страданий человека на самом деле приходит извне? Мизерная часть, не так ли? Остальное он устраивает себе сам. Он страдает, если сидит. Страдает, если стоит. Страдает, если что-то случается. Страдает, если ничего не случается. То есть он страдает от своих же психологических переживаний. Мысли и эмоции человека превратились в такое огромное страдание. То, как вы думаете и чувствуете. То, как вы думаете и чувствуете. Разве это не должно определяться вами? То, что происходит внутри вас, разве это не должно происходить так, как вы хотите? Ты меня видишь, Скай? Вижу. Где я? Скажи мне. Где ты меня видишь? Покажи пальцем. Где я? О, ты все неправильно понял. Ты же знаешь, что я мистик. Свет падает на меня, отражается, проходит сквозь хрусталики твоих глаз, бьет перевернутые изображения на сетчатке и так далее. Тебе все это известно. Где ты видишь меня прямо сейчас? Внутри себя. Где ты слышишь меня? Внутри себя. Где ты видел весь мир? Внутри себя. Все, что когда-либо с тобой случалось. Боль и удовольствие происходили внутри тебя. Радость и несчастье происходили внутри тебя. Агония и экстаз происходили внутри тебя. Даже свет и тьма на самом деле происходят внутри тебя. То, что происходит в мире, может идти не так, как хочется вам. Но, по крайней мере, то, что происходит внутри вас, должно происходить по-вашему. Не так ли? Так что, если то, что происходит внутри вас, происходит не по-вашему, значит, мы не разобрались, какова природа нашей жизни. Мы пытаемся жить без понимания даже основ нашего существования. Правда ли, я спрашиваю вас еще раз, правда ли, что и боль, и удовольствие возникают внутри вас? Возможно, возникают какие-то внешние стимулы, но весь человеческий опыт происходит изнутри, не так ли? То, что происходит изнутри, должно происходить по-вашему, иначе вы станете неконтролируемой ситуацией. Так что вся моя работа и основополагающая сущность того, что мы предлагаем, называется внутренняя инженерия. Мы спроектировали окружающий нас мир, обеспечив себе высочайший уровень комфорта и удобств. Вы согласны со мной, что мы — самое комфортное поколение, не располагающее невероятными удобствами, которые и не снились нашим предкам. Да или нет? Даже у королевских семей сто лет назад не было того, чем сейчас пользуется обычный человек. Не так ли? На какой колеснице вы ездите? Сколько лошадей? Лошадиных сил? Да. Я хочу сказать, что даже император не запрягали в колесницу 400 лошадей. Верно? И всё это тратится человечеством впустую, просто потому, что переживание жизни не улучшается. Ведь благополучие никогда не пройдёт извне. Снаружи можно создавать комфорт, можно создавать удобство, но невозможно создать благополучие. Оно может произойти только изнутри вас, потому что человеческий опыт создаётся изнутри, каким бы он ни был. Будь то приятное или неприятное переживание, и то, и другое создаётся изнутри вас. Но если бы вы управляли самим собой, что бы вы создали для себя? Приятное или неприятное переживание? Максимально приятное. Если бы перед вами стоял выбор между страданием и блаженством, что бы вы выбрали для себя? Вы должны выбрать, а я благословлю вас на это прямо сейчас. Страдание или блаженство? По крайней мере для себя, что бы было максимально приятно. Что вы хотите для своего соседа, это ещё вопрос. Зависит от того, что он сделал сегодня. Но то, что вы хотите для себя, это ясно на сто процентов, не так ли? Почему что-то настолько простое не происходит? Просто потому, что мозговая деятельность в эволюционном процессе — это новое явление. Это новое явление, этот большой мозг. Говоря новое, я имею в виду несколько миллионов лет, но в масштабе всей эволюции это что-то новое. Таким образом, у нас есть ум, для которого нет достаточно стабильной платформы. вам не нужен никакой мучитель, не так ли? Да? Вы замучите себя сами? Вам не нужна никакая посторонняя помощь. Вы можете сидеть здесь и превращать себя в ад. потому, что ваш собственный ум обратился против вас. Вы можете называть это разными экзотическими именами. Можете называть это страданием, депрессией. Можете называть это разными диагнозами. Но, по сути, это значит, что ваш ум обратился против вас. Как только ваш ум обращается против вас, никакая сила во Вселенной не спасет вас. Потому что, где бы вы ни были, вы будете несчастны. Некоторые люди думают, что однажды они попадут в рай, и у них все будет хорошо. Но я спрашиваю, есть ли у вас доказательства, что вы уже не в раю, и не портите его сами? У вас есть доказательства? Нет. Может, вы уже в раю, и сами все портите? Потому что, если вы не владеете своим умом, тогда, где бы вы ни были, вы все испортите. Не так ли? Только представьте, как люди жили на этом же месте сто лет назад. И как живете вы? Можете ли вы хоть на что-то жаловаться в этом сравнении? Можете? Но мы жалуемся без конца. Мы жалуемся, как никто другой на планете. Так что проблема не снаружи. Внешние обстоятельства складываются по-разному. Что-то происходит так, как мы хотим, что-то нет. Такова жизнь. Даже если в семье всего два человека, происходит ли все так, как вы хотите? Нет. Так не бывает. Внешние обстоятельства никогда не складываются на сто процентов так, как вы хотите. Мы можем управлять ими в какой-то степени. Но, по крайней мере, то, что происходит внутри вас, должно происходить именно так, как вы хотите. Если бы сейчас то, что происходит внутри вас, происходило так, как вы хотите, вы были бы на седьмом небе от счастья. Не так ли? Вот и все, что произошло. Даже если вы встретитесь лицом к лицу со смертью, это не важно. Потому что то, что происходит внутри вас, происходит по-вашему. Никакой магии, только инженерия. По случаю праздника Дивали, Садгуру дарит нам возможность в течение трех дней бесплатно получить новую версию онлайн-программы «Внутренняя инженерия». Семь занятий Садгуру включают дискурсы, направленные медитации и трансформирующие практики йоги.